День защиты детей День защиты детей День защиты детей День защиты детей В каждом классе есть как минимум один ЛГБТ-подросток, Мизулиный, и он запрещает с подростками разговаривать о ЛГБТ. И психологи, педагоги боятся попасть на штраф, и в результате получается такой информационный вакуум, в котором, к сожалению, это тоже способствует увеличению суициды. Либо в июне, либо в июле мы планируем провести двухдневный семинар для психологов, для педагогов социальных, как вообще разговаривать с детьми о сексуальности, о гендерной идентичности, чтобы не попасть под этот закон. То есть какие пределы? Там будут и юристы, и психологи, которые... Потому что самое страшное, что может быть это молчание, в котором ребенок остается один на один с собой и не понимает вообще, он считает себя каким-то ущербным, каким-то плохим. Последними публикациями поднят шум по поводу вообще подросткового суицида, да, вроде бы как бы к этому, к этой теме привлечено внимание. Есть преск интереса, но часто нацелены какие-то меры на запреты, на какие-то... Ну, по сути, не причины устраняются, а попытка устранить следствие. Вот мы считаем, что на самом деле гораздо важнее бороться с причинами. Ну, это, во-первых, соответственно, гомофобная атмосфера общая, то есть атмосфера ненависти, она идет из телеэкранов и вот эти законодательные законы. Во-вторых, это, конечно, травля и насилие, в том числе домашнее насилие. К сожалению, очень часто избивают, например, подростков и лесбиянок, например, девочек, могут там изнасиловать, ну, скорректирующие изнасилования. К сожалению, большинство насилия вообще, которое происходит над детьми, оно происходит в семьях. Ну, и третье, это вот мы считаем молчание и вот эта вот сама атмосфера того, что этих подростков пытаются не замечать. Я же вижу, что они на никем. Я же вижу, что они на никем.